Субтитры сделал DimaTorzok Игровой процесс очень часто вызывает только раздражение, причем с самого начала. Вам дают задание пройти к поезду, но по дороге вы встретите несколько туповатых личностей, которые просто не дают вам пройти и требуют что-нибудь взамен. Европа Universalist 3 Временные рамки стратегии включают 300 лет мировой истории, от падения Константинополя до Великой Французской Революции. Что интересно, вы можете начать игру в любой год, месяц и даже день из этого промежутка. Сэм энд Макс, эпизод первый, Калча Шоу. Классический поинт-энд-клик, в котором любые действия, от ходьбы до собирания предметов, совершаются мышкой. Что и как нужно делать, Сэм решает самостоятельно, оставив игроку чистый пиксель-хантинг и работу мысли. Привет всем геймерам страны. Меня зовут Борик и это ФАК. Программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даем полезные советы. Начнем мы с Агата Кристи, Нордер он де Ориент Экспресс, игры-загадки. Если вы не являетесь ярым поклонником адвенчур, она не для вас. С другой стороны, для сумасшедших фанатов пора скинуть мозгами это то, что надо. Судите сами. Эта история свершилась в поезде, идущем из Тамбула в Париж. Из лавины поезду пришлось остановиться где-то в горах. Именно в этот момент происходит убийство миллионера. Смерть он встретил в своем купе, не просыпаясь. И, естественно, под подозрением попадают все пассажиры поезда. А развязка будет только в самом конце. К сожалению, играть вам придется какой-то непонятной девочкой, которая совершенно не разбирается в подобных делах. А знаменитый Эркюль Пуаро, блестящий детектив и просто хороший человек, будет играть второстепенную роль. Тем, кто читал роман, уже знают, кто будет убийцей. Поэтому в сюжете придумана альтернативная концовка. Да и сам сюжет заслуживает высокой оценки. Постарался очень известный человек Ли Шелдон. И благодаря его труду вам действительно будет интересно раскрыть это убийство. Правда, если вы стерпите все остальные минусы. Официальную продажу игра поступила 14 ноября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ видео. А также 1,5 ГБ на жестком диске. О сюжете вкратце уже сказали, и он действительно оригинален. А вот сам игровой процесс очень часто вызывает только раздражение. Причем с самого начала. Вам дают задание пройти к поезду. Но по дороге вы встретите несколько туповатых личностей, которые просто не дают вам пройти. И требуют что-нибудь взамен. И пока вы их не обслужите, они не пропустят вас далее. Глупо. Очень. За геймплей мы ставим 3 балла. И даже с минусом. Ведь помимо таких странных, ситуации в игре очень жесткий пиксель-хантинг. Про графику также ничего хорошего сказать не можем. Пейзажи тусклые, однообразные. Правда, они передают атмосферу тех времен. Камера вроде живая, хорошо показывает общие виды и крупные планы разговоров персонажей. Но даже 4 балла можно поставить только с натяжкой. А вот озвучку стоит похвалить. Персонажи озвучены очень хорошо. И это действительно заметно на фоне серьезных недостатков. Но хвалить за это нужно стороннюю компанию, а не разработчиков. За звук ставим 5 баллов. Поклонникам хороших детективов эта игра может понравиться. Также любители квестов могут попробовать свои силы в прохождении, если не надоедят глупые задачки. А для остальных наша общая оценка игры 3 балла. Играть или не играть. Вот в чем вопрос. Я играл. И ничего. Живой. Попробуйте и вы, если вам хоть немного интересны квесты, но если ваши любимые жанры, шутер, экшен и же с ними, ни в коем случае не прикасайтесь к этой игре. Иначе пропадет всякая надежда на возрождение адвенчур в вашем сознании. Но что интересно, играют в эту игру и присылают вопросы по прохождению. А мы отвечаем. Первый вопрос. Помогите, плиз, как пройти каких-то двух теток в самом начале игры? Отвечаем. Возьмите с телеги зерно, подойдите к козлу, приманите его зерном и возьмите зонтик, который был за ним. И далее нужно отнести зонт принцессе. Следующий вопрос. Что нужно сделать, чтобы уехать из Белграда? Какой-то поваришка просит достать мясо. И где мне его взять? Отвечаем. Нужно поговорить с людьми около фонтана, пройти дальше, где женщина встанет со скамьи. У начала состава посмотрите на коробки в телеге. Поговорите с Мишелем. Он переведет то, что написано на коробках. И тогда вы найдете в правой коробке бекон для повара. Следующий вопрос. Не могу прочитать обгорелую бумаженцию. И что нужно для этого? Отвечаем. Вам понадобятся две подставки из проволоки и спиртовая лампа из вагона ресторана. Из купе 7, 8 и 11 берете подставку из проволоки. А потом все это нужно собрать и прочитать записку. Любители вдумчивых, медлительных, очень сложных пошаговых стратегий. Ликуйте! Совсем недавно в магазинах появилась Европа Юниверсалис 3. У нас больше известная, как Европа 3. Трехмерное измерение сделало игру чем-то похожей на четвертую цивилизацию. А простой и понятный интерфейс здорово облегчил управление виртуальным государством. Обо всем остальном прямо сейчас. Разработчик игры шведская студия Paradox Interactive. По официальную продажу Европа Юниверсалис 3 поступила 23 января 2007 года. В России локализацией занимается компания Snowball Interactive, которая обещает закончить уже в марте этого года. Впервые в игровой индустрии историческая игра будет основываться не на письменных источниках сомнительной достоверности, а на математических расчетах ученых механико-математического факультета МГУ. В частности, в локализованной версии Европы будет воссоздана подлинная история Русско-Ордынской империи. Временные рамки стратегии включают 300 лет мировой истории. От падения Константинополя в 1453 году до Великой Французской революции 1789 года. Причем, что интересно, вы можете начать игру в любой год, месяц и даже день из этого промежутка. Предусмотрит и многопользовательский режим. Что интересно, мухиплеер позволяет нескольким игрокам выбрать одну нацию и управлять ей сообща. Многопользовательский режим будет доступен через сервер Продокса, через интернет и по локальной сети. Но за удовольствие, как известно, надо платить. Требования к третьей Европе не самые маленькие. Процессор с частотой 3 ГГц, гигабайт оперативный и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 2 ГБ. Геймплей такой игры, как Европа, будет интересен далеко не каждому. Если же вы вообще никогда не играли в столь серьезные стратегии, то начать лучше с чего-нибудь попроще. Но для знатоков Европа будет новой каждый раз. Даже если вы два раза подряд будете играть, скажем, за Германию, начиная с 1643 года, игровой процесс от этого не станет более предсказуемым. Возможности игрока практически безграничны, учитывая количество модифицируемых опций. Вы даже сможете создать свою собственную страну. Пятерка с геймплей. Графика Европа 3, к сожалению, обрадовала не всех. Появившееся в новой игре третье измерение не дотягивает по своей красочности до современных аналогов. Хотя фанаты и спорят о том, что для Европы внешние данные не самое главное. Но согласитесь, что даже стратегии могут быть эталоном компьютерной графики. Так почему бы не сделать игру хорошую по всем параметрам? Четверку за внешние данные получает Европа Универсалис 3. Звук не вызывает никаких нареканий. Народные мелодии, звучащие во время игры, соответствуют тому государству, за которое вы играете. Все они очень приятны и нисколько не отвлекают от игрового процесса. Пятерка за звук. Подводя итоги, нужно отметить огромную культурно-образовательную функцию Европа 3. Игра запросто может помочь начинающим историкам лучше разобраться в торгово-политических отношениях между государствами и досконально изучить промежуток от падения Константинополя до Великой Французской революции. Заслуженную пятерку получает сегодня игра Европа Универсалис 3. О такой игре, как Европа, знающие люди могут спорить часами. Как лучше распоряжаться деньгами? Как вести дипломатию с тем или иным государством? Или насколько выгодными могут быть пересечения торговых путей? Обо всех тонкостях такой игры, как Европа, мы рассказать, конечно, не успеем. Но на некоторые, самые частые вопросы ответим. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о торговых кораблях. Стал ли флот принимать участие в торговле? Ответ. Напрямую он не задействован, торговых кораблей нет. Но флот может устроить морскую блокаду, снижающую эффективность купцов вражеского государства в заморских центрах торговли. Вопрос. Как осуществляется выбор в форме правления и на что они влияют? Отвечаем. Менять форму правления можно только между сходными. Что касается особенностей, то, например, феодальная монархия дает плюс 0,15 единиц личного состава вооруженных сил и столько же к максимальному размеру армии. Торговая республика уменьшает стоимость торговцев. Управляемая монархия увеличивает эффективность производства. Вопрос. Что такое национальные идеи в Европе-3? Отвечаем. Национальные идеи показывают степень перехода страны от раздробленности к единому национальному самосознанию. Всего их представлено около 40. Смотрите далее. Санитары подземелий. Геймплей поклонников жанра вряд ли чем-нибудь серьезно удивит. В компании с кабаном мы изучаем местные достопримечательности, работаем то на одну, то на другую группировку, собираем бойцов отряда, которых после посадки разбросало по всей планете. Сэм энд Макс. Эпизод первый. Кал Час Шок. Классический поинт-энд-клик, в котором любые действия, от ходьбы до собирания предметов, совершаются мышкой. Что и как нужно делать, Сэм решает самостоятельно, оставив игроку чистый пиксель-хантинг и работу мысли. Классический поинт-энд-клик, в котором любые действия, от ходьбы до собирания предметов, совершаются мышкой. Что и как нужно делать, Сэм решает самостоятельно, оставив игроку чистый пиксель-хантинг и работу мысли. Санитары подземелий. Геймплей поклонников жанра вряд ли чем-нибудь серьезно удивит. В компании с кабаном мы изучаем местные достопримечательности, работаем то на одну, то на другую группировку, собираем бойцов отряда, которых после посадки разбросало по всей планете. Эпохальный момент. Столько лет ожидания, просто ведь так и не начнешь. Надо пересказать историю мира с момента изобретения лампочки. Не меньше. А потом с гомеровской силой припечатать игру за то, что слишком коротка, легковесно и не так божественно, как первая часть. Или наоборот. Захлеб перечислять персонажей, махать руками и показывать пальцами на любимые гэги. Не в силах выразить радость словами. Ладно, посмотрите и сами все поймете. Сэм и Макс. Первый эпизод. Culture Shock. Оригинал узнается с коду. Перед нами классический point-and-click, в котором любые действия, от ходьбы до собирания предметов, совершаются мышкой. Что и как нужно делать, Сэм решает самостоятельно, оставив игроку чистый пиксель-хантинг и работу мысли. Это, скорее всего, не понравится тем, кто любит квесты старой школы. Да и время прохождения в результате сузилось до пары часов. Кроме Макса, действующего в игре на равных с другим инвентарем, у Сэма есть большой револьвер, который ему не раз пригодится. Святая роща фанатов — офис частных сыщиков. Никуда не пропал, как и другие ключевые сцены. Удивляешься, как при таких скромных требованиях к железу игра выдает кадры, не уступающие на первый взгляд трехмерным мультикам с широкого экрана. И качество моделей, и режиссерские ходы смакуешь, как карамель, жмурясь от удовольствия в особо удачные моменты. Игра поступила в продажу 1 ноября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор — 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 32 МБ видео, а также 230 МБ на жестком диске. Всего того, что нужно для здорового смеха, тут навалено щедро. Все-таки сюжет, если помните, проходит в довольно циничном и шизоидном мире. Сыщики стреляют сочными репликами, как два опытных ковбоя, но побочные персонажи выполнены в лучших традициях квестовой сатиры. Они прекрасны как визуально, так и в диалогах, написанием и озвучкой которых ведали отнюдь не авторы Петьки 007. За геймплей мы ставим 5 баллов, ну с маленьким минусом. Графика оставляет только приятные ощущения. Для мультяшного стиля качественной и красивой картинки с разрешением 1280 на 860 более чем достаточно. Наша оценка внешнего вида игры также 5 баллов. В игре хорошо озвучены персонажи и подобрано музыкальное сопровождение. Джазовые композиции очень хорошо подчеркивают атмосферу игры, и за звук мы также ставим 5 баллов. Игра, с какой стороны на нее не посмотри, очень хорошая, а для особо ревнивых не хуже чем. Своим стилем и оформлением она напоминает грим фанданга, тоже от LucasArts. Это один из лучших, по нашему мнению, квестов прошлых лет. В итоге, наша общая оценка игры 5 баллов. Когда студия называла игру Culture Shock, видимо, она имела в виду реакцию народа на новый формат. Это не громоздкий великий сиквел, на который все молились лет 30, а всего лишь первый эпизод из шести. Никаких коробок. Игра продается через интернет и скачивается довольно быстро. Проходится, кстати, тоже легко. На все про все один клик. Локаций до смешного мало, а сверху назойливые подсказки. Можно сказать, что это единственный, но серьезный промах разработчиков. Для квеста от LucasArts игра слишком легкая. А для тех, кто не согласен с нашим мнением, ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Нужна помощь. Как вырубить карлика в магазине у Сибил? Отвечаем. Пройдите внутрь магазина, откройте дверь в ванной туалета, чтобы увидеть звездного ребенка Визера. Как только Визер скроется за дверью, положите в его корзину кусочек сыра, и его сразу поразит боксерская перчатка против воров на выходе из магазина. Следующий вопрос. Помогите пройти самое начало. Вроде прикольная игруха, но никак не понимаю, что надо сделать, чтобы выйти из офиса. Отвечаем. Нужно открыть дверь туалета, который является складом для хранения сыра. Достаете револьвер и стреляете по сыру, чтобы превратить его в швейцарский сыр с дырочками. Возьмите кусочек нового сорта сыра и положите его около норы. Допросите крысу. Когда она высунется из норы, спросите ее о головной боли, чтобы узнать, что крыса страшно боится высоты. После этого получите телефон и свободно уходите из офиса. Недавно вышедшая РПГ «Санитары подземелий». Это не только игра, но еще и книга. Ее автор небезызвестный Дмитрий Гоблин-Пучков. Написал книгу он под впечатлением от Quake 2. Первоначально события даже развивались на планете Строгов, но потом, по понятным причинам, сюжет пришлось изменить. И так появилась матросская тишина. Гигантская тюрьма размером с целое небесное тело. Сейчас все увидите. Добро пожаловать в 2507 год. Главное управление исполнения наказания теперь владеет целой планетой, куда ссылаются граждане, схлопотавшие серьезный срок. Понятное дело, рыть подкоп в таких условиях бессмысленно. Поэтому заключенные, недолго думая, решают построить космический корабль. Вскоре правительственные агенты узнают о коварном плане узников и отправляют десант на территорию тюрьмы с задачей разведать координаты несанкционированного строительства. При посадке возникают проблемы и выживает только наш герой. Агентурное прозвище Кабан. В итоге, долгие блуждания по планете, работа под прикрытием сотни раскрошенных черепов. В общем, нам предстоит перевоплотиться в диверсанта будущего и по совместительству главного героя санитаров подземелий. Планетарная тюрьма оказалась очень интересным и колоритным местечком. Здесь выстрелился ужасающий социум, живущий по не совсем привычным для геймеров понятиям. Множество группировок, постоянная вражда, конфликты из-за расовой и половой ориентации и, извините, кидалово, ставшее здесь нормой жизни. Поиграв санитаров некоторое время, понимаешь, вещь эта в первую очередь ориентированная на сюжет. Игра не пытается порушить сложившиеся законы жанра РПГ. У нее совсем другая цель — развеселить широкие народные массы. А это гоблин, как известно, умеет делать на отлично. Разработчик и издатель игры — компания 1С. На Западе санитары известны как Dungeon Cleaners. Рекомендованные требования. Процессор с частотой 2 ГГц. Гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 3,5 ГБ. Геймплей поклонников жанра вряд ли чем-нибудь серьезно удивит. В компании с кабаном мы изучаем местные достопримечательности. Работаем то на одну, то на другую группировку. Собираем бойцов отряда, которых после посадки разбросало по всей планете. Бои проходят в реальном времени с возможностью включить паузу. Поначалу это очень скучно. Мы бьем какого-нибудь мутанта палкой, а он наскалкой. Потом персонажи прокачиваются, появляются напарники, мощное оружие и драться становится намного интереснее. Глубокой тактики, конечно, нет, но следить за подчиненными, определяя им позиции и цели для таги, приходится постоянно. Одним словом, четверку с геймплея получают санитары. Графика для российских разработчиков выше всяких похвал. Ролики выполнены в потрясающем качестве. Картинка игрового процесса также не вызывает никаких нареканий. Ночь реалистично сменяет день, а лицевая анимация персонажей выполнена по технологии Live Mode. Единственный просчет разработчиков — не слишком удобный, но вполне терпимый интерфейс. Пятерка за графику. Герой озвучки — старший опер-гоблин, как он сам любит себя называть. Игра, безусловно, развеселит и порадует всех его поклонников, но не меньше похвалы заслуживают и некоторые музыкальные композиции. Одним словом, за звук санитары также получают 5 баллов. Колоритные персонажи, меткая брань, суровые шуточки. Конечно, не всем придется по душе сюжет игры и тюремный юмор, но отдать должное отечественному производителю стоит. Продукт получился качественным и увлекательным на все 5 баллов. Вообще, к санитарам подходит очень популярная характеристика — игра на любителя. На любителя блатной тематики и правильных увлекающих сюжетов. Геймплей же здесь совершенно обычный, да и графика выглядит очень средне. Впрочем, упомянутых выше любителей это вряд ли отпугнет. Специально для вас несколько полезных советов по игре прямо сейчас. Вопрос. Как устроена в санитарах боевая система? И вообще, можно ли заранее рассчитать исход сражения? Отвечаем. На вероятность попадания в ближнем бою влияют параметры атаки нападающего и параметры защиты обороняющегося. При равных параметрах атаки и защиты вероятность попадания составит 50%. Если вы атакуете противника со спины, вероятность попадания автоматически увеличивается на 20%. Также следует учесть, что некоторые модели бронежилетов обеспечивают только фронтальную защиту. Отсюда вывод. Никогда не подпускайте к себе противника сзади. Вопрос. Какие умения лучше прокачивать у своего героя? Отвечаем. Игра не ограничивает ваши возможности при генерации, поэтому у вас может получиться как удачный, так и не совсем удачный персонаж. Не стоит забывать, что главный герой игры — имперский космический десантник. Изменяя параметры в попытках сгенерить вора или снайпера, старайтесь, чтобы ваш герой все же оставался десантником, а не превращался в студента-программиста. На сегодня это все. Задавайте мне вопросы по прохождению на адрес faqsobaka.mustvstv.ru Я обязательно отвечу. И не забывайте про форум на нашем сайте mustv.ru Я и там общаюсь с вами. До скорого. Играйте всегда и везде. С вами был Борик. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok